Продолжение следует... Я остановился или закончил рассказывать о том, почему мы имеем... Хорошо, где я закрылся? Почему у нас не 3, а 3,46 тысячи нитрина и добрался уже упомянувшийся рай... Упомянутый рай не управление вакуумной энергией. Я уже говорил, что имеется примерно 100 разногласий между предсказаниями теории и того, что мы видим на ней. Я уже упоминал, что наверняка существует темная энергия, которая приводит к тому, что в настоящее время Вселенная расширяется с ускорением. Я потом об этом буду говорить подробнее. И для темной энергии уравнение состояния. Есть, но если помните, уравнение состояния мы называли связь между давлением и мощностью энергии. И для вакуумной энергии... И для вакуумной энергии... И это согласуется с тем, что мы видим на небе. То, что называется ускоренное расширение Вселенной, имеет по-видимому отрицательное давление. И с дублем В даже несколько меньше, чем минус единица. Вообще это ужасная вещь. В смысле, что это приведет, опять же повторяюсь, к фантомной сингулярности. И за конечное время Вселенная достигнет состояния, когда все будет рваться. И вот я закончил, наверное, тем, что... Вопрос есть, что будет, например, с Платоном. Разорвется Платон на парте. Потому что галактики, планеты, все разорвется, когда энергия... Вот эта антигравитационная энергия придет в бесконечность. Это наверняка так. Но вот когда задача не однородная, по-моему, очень интересное вопросное решение. Что будет, когда вот такая антигравитирующая энергия станет такой сильной, что начнет отрывать, разрывать кварки. Как там быстро? Правильность решения не проверить. Не понял. Правильность решения не проверить. А, ты имеешь в виду на эксперименте? Да. Ну, как говорится, желаю... Хорошо. Вот и... Ну, в общем, тут надо, так, мулянтов, несколько лет прожить. Ну, по крайней мере, увидите, как взорвется Бетергейзе. Что нам обещали астрофизике в течение ближайшей, может быть, тысячи лет. Ну, не вполне. Дубль В тоже равняется минус единицы. Для тенсора энергии импульса, который имеет вид G-меню, умножен на Ро вакуум. Это вакуумный тенсор энергии. Ну, понятно. Вот. И для него тубль весь точный минус единица. Если мы возьмем какое-то скалярное поле... Ну, в общем, тут хороший вопрос, кстати, и местный. Я сейчас пришел... Там же равням единицу из скалярного поля. И его полезно иметь перед глазами. Чтобы понимать, как работает так называемая квинтэссенция или вот другие модели. Тёмная энергия, основанная на скалярном поле. Значит... Я пойду в ту сторону, пускай это сохнет. Для скалярного поля... М-меню от Фи. То есть точность до двойки. В зависимости от того, он является полискалярным или... То есть, действительно, племенным иметь такой вес. D-меню Фи на D-меню Фи. Минус одна вторая. Уже М-меню. D-альфа Фи на D-альфа Фи. А, как можно сказать, закатать д-альфа Фи в минус потенциал. Ну, где обычное лагеринжал имеет, как обычная форма, или равняется D-альфа Фи. Квадрате вот это, видите, минус Фи. Тут как раз написано, норанжал, собственно. Вот. И если по какой-то причине поле почти что не меняется, то есть производными мы можем пренебречь, то тогда остается только вот этот член. И мы видим, что тензор энергии пропорциональны как раз метрическому тензору. И если производные не важны, то тогда мы имеем в вакуумное состояние. Но это не вполне так. Реализуем, к примеру, такое состояние. Такая ситуация, когда поле живет вот здесь. К примеру. И вообще, по идее, оно должно скатываться. Это одна из моделей инфляции. Вот. Ну, уравнение движения никакого поля. Легко решать, ни о чем не думаем. Просто представим себе шарик, такой потенциальный. И сразу не боюсь, как он будет выбраться. Но тут еще в уравнение входит некий член, который связан с расширением Вселенной. Плюс три. Одна. Фи с точкой. А там здесь еще шарик, ну, если на квадрат. Глок-лассиан. Квадрат и Фи. И что он будет? Ну, плюс, по-видимому, у Фи. А Фи равно нулю. Но если мы пренебрегаем этим членам, то это очень часто возможно. То есть, если Вселенная быстро их шеется, то всякие пространственные неоднородности экспоненциально затухают. А этот член Фи с точкой, надо понимать, это жидкое трение. То есть, это движение шарика в таком потенциале, ну, в глицерине, к примеру. Когда параметр Хабло велик, мы можем этим членам пренебречь, и Фи с точкой равняется у штрих деленное на H. H, в первую очередь, есть корень квадратный из ρ. Ну, в точке это масса планка. Разведена именно масса планка. Ну, с некими численными коэффициентами. И, значит, если ρ, есть, опять же, корень из этой U, ну, ρ есть просто U, и задача решается явным образом в квадратовах. Это одна из моделей инфляции, называется модель медленно скатывающего поля. Скатывающегося поля. Слоу, ровно, процент, вечер. В передвижении медленного скатывания. Тут все можно считать. Как говорится, не пользуясь компьютером, все интегрируется явно. И в этом ситуации, Фи действительно очень медленно меняется. Эволюция его выглядит примерно таким вот образом. Здесь в квадрате Т, а здесь Фи. Оно медленно-медленно-медленно-медленно бывает. И это период инфляции. Производный, ну, как шарик, медленно-медленно-медленно движется по горке для спежитости. В какой-то момент, здесь я пропущу их немножко, но когда-то надо идти сюда. Вот. Масса поля становится сравнимой с равным параметром, и тогда начнутся остыляции. Затухающие. И причины задухания этих инфляций будут две. Во-первых, само расширение Вселенной. Вот это будет, поле будет задухать, а в степени 2-2. А вторая причина будет то, что вся кристаллирующее поле рождает частицы. То есть оно будет задухать еще даже и пасхалии. Вот. В зависимости от того, с какой скорой рождается частица, вот это первое будет идти. И это уже конец инфляции, это большой взрыв. Когда стали рождаться Вселенной. Возникла горячая Вселенная. Это тот самый пресловутый Биг Бенд. Хотя не все считают так, что Биг Бенд был где-то раньше. Но мне кажется, это более разумная вещь. Очень интересно, к примеру, что при разогрев частиц, это хорошо определенная теория рождения частиц внешней полярни. Она делается формально в классической теории поля, не в гравитации. Используем, ну, при образовании Боголюбова, одного вампу, другого. Те, кто знает, кто знает. Я могу объяснить, это не так важно. Вот. Но дело в том, что в космологии этот метод не очень хорошо работает. Работает, ну, это очень хорошо еще связано с тем, что обычное рассмотрение теории, это когда в начале есть какое-то вакуумоподобное состояние, и в конце поля выключается на плюс бесконечности и на минус бесконечности по времени. Тогда все очень легко делается. У вас решение есть плоские волны на плюс и минус бесконечности, и задача стоить вычисление отражений или там прохождение в неком потенциале, которое есть в этом поле. А в космологии это не так. Поскольку у нас поле не исчезает, и тут все не столь просто. Ну и можно обойтись, может быть, без Боголюбова. Надо вычислять плотность энергии как функцию времени, и там задача вполне хорошо определена. Нет неоднозначности связанной с тем, что вакуум не является четко определенным, и можно только диаметически определить. Уф! В этом смысле вот ваш простой вопрос нас уже куда-то повел. Нет, с этим все ясно. Ну вот здесь выучить с ландрайами и с производными в тендеринах то у нас же W станет только больше. Больше, конечно. Что надо, чтобы она была меньше. Вы говорите, что по нагрузению она... Она меньше, чем минус единица. А производные приведут, потому что она ставит больше. А вот что... Как ее сделать? Минус единица надо... Я сейчас должен сообразить. Это некое... Сейчас соображу. Тем более, что... Я думаю, что самая первая фантомная сингулярность была в моей работе, где я пытался сделать вакуумную энергию, чтобы она сама некий компенсационный механизм. Там возникает... Сейчас я вас не соображу, как просто сказать... В общем, дайте мне подумать и напишите мне имейн. Я сейчас тот не соображу. Есть действительно какие-то состояния, в которых действительно получается W-меньшену с единицы. Для такого, конечно, это не так. А, ну, помимо всего прочего, есть всякие мерзости с кинетическим членом, который неположительно определен, знак которого может измениться. Вот такие есть довольно гадкие тянули. Вот. Это есть... Там могут быть всякие неустойчивости из-за того, что энергия может быть неположительно определена. Но поскольку она меняется... Я пишу совершенно... Вагминджан здесь закатываю некоторую скалятку у... 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 Вагминджан может не обязательно квадратично. Буквально квадрат этого поля. Есть некоторые функции. И там уж очень много всяких гадких теорий, про которые мне не хочется говорить. Ведь внестациональные задачи вначале на переполе ты не определишь, что это частица, что это частица. А энергетическое приближение и понятное... Это... Это другое. О рождении тут мы сейчас не говорим. А сейчас... О рождении частиц... Ну, там... Время, это не меньше. Время, это не меньше. Время, это не меньше. Время, это не меньше. Время, это действительно резиновое состояние. Мы сейчас о разных эффектах мы говорим. Это одно связано с рождением частиц. А вопрос другой. Какой надо написать у Вагминджан, чтобы иметь W меньше как минус единица? Вот этот фантом. Нет, я прошу предыдущего возражения. Предыдущего я понял. Я сейчас вам про это расскажу. В общем, теории довольно патологические. То, что я делал, я помню, я писал с помощью спина-2. Энергия, которая могла бы, в принципе, компенсировать вакуумную энергию. И я был говорил на... Казалось, что там все более-менее работает. Но потом была работа Рубакова и Тинякова. Тинякова, которые показали, что гравитационная константа будет довольно сильно меняться. Вот. Поэтому теория хорошая, но не вполне реалистичная. Со спином два там хитрее. И там можно сделать вот этот фантом. А с эскалерным фантом приходится делать все это. Я похоже как. А что? Что? Валованные энергии. Вы что понимаете? Это же... Весь не идет о вот этих энергиях нулевых колебаний. В частной сентябре тоже. А они вообще как бы бесконечно стоят? Ну, не просто бесконечно. Даже в четвертой степени бесконечно. Тут надо исходить из того, что... Например, мы имеем ситуацию близкую к суперселетрии. Когда имеется одинаковое количество бозонов и фермионов. И тогда для бозонов вакуумный потенциал имеет такую форму. А для фермионов он имеет вот такую форму. И здесь они болтаются вот тут. А фермионы болтаются здесь. Длинные ровно на одну вторую. И даже не при равных массах лямбда в четвертой сократится. Если массы равные, но я об этом собирался говорить, ладно. То тогда в суперсимметрии вообще вакуумная энергия в точной должна быть равна нулю. Но мы знаем, что точной суперсимметрии нет. В каком смысле должно быть равна нулю? Если от суперсимметрии нарушаем мягким образом. Ну, вроде как Хиггс нарушал. Если нарушать произвольным образом, то мы ничего не скажем. Там, наверное, есть дождественная ноль приравных массов. Когда массы разъедутся из-за нарушения, лямбда в четыре все равно вылетит. Лямбда в квадрат будет в пункте, что расходимость лямбда в квадрате на какой-нибудь дель-дель в квадрате. И тут была некая активность, как бы сделать такой модель суперсимметрии, когда сумма всех этих дель-дель в квадрате за нуленность. Там человек писал в веке, наверное, наибольшего успеха добился. Такого можно тоже добиться. Дальше остается в алгоритме, но алгоритмы, может, не так страшнее, куда-нибудь запрячивать перенормировку. Вот такая ситуация. А если теория не суперсимметрична, то никакой смысл? Если теория не суперсимметрична, то вакуумной энергии у нас бесконечной быть не может. Жить в этом мире не может. Либо надо сказать, что есть вычитательная константа. Сказать, что есть антропный принцип. И что вакуумная энергия строго сокращается вот этой вычитательной константой. И сейчас на эту тему есть много работ. Сейчас я имею в виду, скажем, последние пятилетия. Это было и раньше много работ. А сейчас, особенно в связи с тем, что люди обломали зубы на проблеме вакуумной энергии, Они говорят, что сейчас нечего делать. Надо применять там тропный принцип. Тем более, что последнее развитие... Вот это, как называется... Всякие многомерные теории с так называемыми ландшафтами. Там очень много вакуумных состояний. Скажем, два в тысячной степени или что-то в этом роде. Считается, что там совершенно разные вакуумные... Вычитательные константы или вакуумные энергии зародыши. И может подобраться такая константа, что сократит вакуумную энергию. И очень, мне кажется, некрасивая идея. Но там хорошие люди. Веленкин, Лембер, Вайнберг... А вот у Линга, по-моему, вот эта теория... Ну, в смысле, идея о том, что есть экспоненциально много Вселенных... Ну, вот то, что я сказал, что два в тысячной степени... Это примерно, допустим, столько вакуума. Разве что там реализуется все вообще? Ну, не очень красиво. Хотелось бы, чтобы мы какие-то физические поля это уничтожали. А, кстати, идея о том, что Базонов и Фермионов нашли одинаково... Высказал за льдовисть в 68-м году, до того, как была предназначена суперсимметрия. Опять же, в России гольфом он очень обликнул. Вот, и... Ну, он нас суперсимметрия не говорил, но он говорил, что хорошо бы... У него, интуиция, он у них не станет замечательно, совершенно работала... Что хорошо бы было одинаковое число Базанов и Фермионов, тогда бы мы справились с расходимостями. Вообще, у него были иногда... Я читал их подвлекусь немножко... И в завершении работы Гришель Резидовича о том... Теории в этого спа. Вся она посвящена какому-нибудь дурацкому описанию корреляций в скалярно-тенсорной теории. Я сказал дурацком, там вполне было хорошее вычисление, но... Потом-то стало ясно, что теория вектор минус А. Последний абзац состоит в том, что вот если бы было векторное взаимодействие, то тогда бы ток бы сохранялся, И тогда бы константа у Распаде Биона была бы в точности такой же, как у Распаде Протонницы Нигерин-Нармировки. И вот из-за этого она цитируется. Я бы просто не мог обойти, чтобы не упомянуть красивую возможность, которая бы противоречила науке того времени. Ну ладно, вернемся к этому делу, если я ответил. Я хотел одну вещь, может быть, подчеркнуть, а вот это я как раз, собственно, и говорил. Да, еще одно замечание, но полезное, что я сказал, что в суперсимметрии, когда она мягко нарушается, вакуумная энергия обязана быть отличной оттуда и очень пропорциональной разности наскорбовать. И дальше не очень естественные условия надо налагать, что делать. В супергравитации вакуумная энергия может быть равна нулю, но это там как-то больше свободы. Однако настройка, естественное значение вакуумной энергии в супергравитации, это масса планка в четвертой степени, может на 8P деленная, тоже в четвертой степени или во второй, по-видимому. В общем, здоровая. Но подобрав к отстанке фантастический тонкой астракта, можно 10 в... какой... ой... 19, 38, 10, 76 ГФ в четвертой степени свести до того, что мы видим сейчас на небе. Но с точностью надо компенсацию и с точностью иметь 10 в 127 степени, насколько я помню. Ну, в общем, в супергравитации нет такой теоремы, что нарушенная супергравитация требует ненулевой вакуумной энергии. Ну вот, что самое для меня кажется удивительное, что имеется прямая проблема, что мы знаем практически из эксперимента, что вакуум не пустой, что в нем имеется конденсат керальный, конденсат глюонный. Первый обсуждался Гелманом, Оксом и Рейнером, а глюонный Шипманом, Вайнштейном, которого вы хорошо знаете, и Захаровым. И для того, чтобы объяснить, многие из разумных соображений вычисляли величину этого конденсата, чтобы массу пиона получить, ну, там нужен керальный массу протона, и энергия этого вакуумного конденсата должна быть отрицательной, и в 10-45 степени раз можно воспользоваться этой штукой. Должна быть больше, чем наблюдаемая сейчас, чем заняемая кладность энергии в космологии. Ну, в общем, если совсем наивно говорить так вот, что масса протона, которая состоит из трехватков, должна быть равна трижды массы кварка минус энергия связи. То есть это 15 МФ минус энергия связи, в общем, получается довольно мало. Ну, и спрашивается, откуда взялась, кто внес вклад, чтобы уничтожить эту вакуумную энергию. Это как раз блюонный конденсат. Но масса протона при этом оказывается, что в кварке уничтожают конденсат, и ситуация примерно вот такая. Мы имеем это нулевая энергия, и всюду есть блюонный конденсат с отрицательной энергией. А внутри протона этот конденсат стеняется к вакууму. И в массе протона есть как раз энергия вот этого кусочка, то есть там несколько сот метров на размер протона, и получается, тут отбирается все так, чтобы получить правильную массу протона. Значит, как вообще решить проблему вакуумной энергии, никто не знает. И здесь имеется много безуспешных попыток. Вот, как я сказал, что вот может быть сейчас наиболее народ, который, в общем, ну не знаю, сейчас... Много хороших проблений относится к контропному принципу. Тем более, что есть вот эти почти бесконечное количество вакуумных состояний. Возможно, со всевозможными наборами констант почитания. Но если я бы сказал, все-таки интересно, какая величина блюонного конденсата в этих других вакуумах, почему там она дала... Ну, в общем, не знаю, может действительно попадется так, что такой вакуум, в котором вычитательные константы, вы слышите равны энергии громного конденсата, которые в этом вакууме сильно отлично отношены. А на полный принцип мы имеем в виду, что существует тонкая подстройка? Что-что? Тонкая подстройка существует... Вы знаете, идея такая. У нас есть почти бесконечное число вакуумных состояний. И в одном из них, или в полубесконечном числе, подходящие условия для жизни. Может быть, жизнь разная, может быть, она лучше, чем здесь. Тут у нас настраивали. Что? Тут у нас настраивали. Никто не настраивал, а так стахастика монеткой. Ну, ничего, я не люблю антропный принцип. Я могу в свое оправдание сказать, что до того, как появилась инфляция, многие космологические проблемы предлагалось решить с помощью антропного принципа. А сейчас оказалось, что динамические предположения о том, что на ранней стадии Вселенная расширялась на типоэкспонента 10 в 70-е, по крайней мере, раз, все проблемы решает и дает хорошие численные предсказания, я уже говорил, предсказывается форма спектра флотации. Это степенной спектр почти что. И показатель меряется и разница того, что мы видим на ней. 0,96. Есть несколько вариантов борьбы с этим, кроме антропного принципа. Одна из первых работ была моя в 82-го года. И она мне некоторое время очень нравилась. Потому что это механизм, похожий на механизм естественного объяснения отсутствия нарушения ЦП в квантовой хромодинамике за счет аксионного поля. Аксионное поле само выбирает минимум своего потенциала аксионного поля, устроен так, что он находится как раз в той точке, где ЦП сохраняется. В этом была идея в печи Клин. Они, правда, не сообразили, что должно быть аксион. Как там новые частицы. Это уже была работа Ивана Друговича. Вот. Ну, вот такой вот естественный механизм. А что, ежели написать какое-то новое поле, которое взаимодействовало бы как-то с кривизной пространства времени. Таким образом, что это поле было бы неустойчивым. И тогда бы, у него бы возникла некоторая плотность энергии, которая практически по принципу Le Chatelier, он более-менее универсальный, компенсировало бы создающий его источник. То есть, вот я тебя породил, то, что я тебя не убью, как писал наш классик. А теперь уже не наш. Вот. И... Значит, вот совсем простую модель. Она, кстати, оказалась нуждой, которая ж дурацкий. Ее нужно видеть или применять на других предложениях. Можно совершенно просто написать. Например, ввести какое-то скалярное поле с неминимальной связью с гравитацией. То есть, ввести это стандартная вещь. Кси-рфи-квадрат. Это очень часто вводит. Р-это-фи-знафи-это-некое скалярное поле. И параметр Кси-постоянный. Его, кстати, часто выбирают равный 1-6-т, чтобы в теории была конформная инвариант. Именно для этого. Но нужен тут другой знак, чем для конформной инвариантности. Мы получаем с двумя точками плюс чего-то. И с точками плюс... Ну, я бы написал здесь пополам. Плюс Си-рфи равняется нулю. Если это величина отрицательная, то тогда прямо в Хиггсовской ситуации будет экспоненциальный рост этого поля фи. Потом надо учесть, что R за счет того, что он определяется плотностью энергии, начинает убывать. И экспоненциальный заход немедленно превращается в степенную. Позавтра очень хорошо. Мы избавились от беседора. Пришли к Френдинусу закон о расширении. Но при этом, ясно, асимптетически фи ведет себя как время. Это означает, что гравитационная константа меняется как время. Потому что эффективная гравитационная константа есть R. Фи квадрат плюс масса планка квадратина. Фи квадрат. Если Фи в ней растет, то эффективная масса планок квадратина тоже растет. И гравитационная константа занесет в реабилитацию этого действия падает. Ну и это ничего не имеет общего с реалистической письмологии. Потом мы использовали в других моделях, чтобы, например, объяснить иерархию массы. Что масса планка естественным образом нарастает. Именно за счет такого механизма. Это было много предальянцев, которые я описывала. В общем, этот механизм не работает. Потом я пытался это сделать с помощью тензорного поля. В отличие от этой модели, безмассовость тензорного поля довольно естественная. Потому что есть симметрия, которая это держит. И там вроде получалось лучше. И с беситера мы приходили к степенному закону. А еще что было хорошо, что вакуумная энергия компенсировалась не до конца. Там она действительно была. Вакуумная энергия компенсировалась с точностью только до некоторых членов, которые были как раз в порядке критической плотности энергии. Все время. Это буквально то, что мы видим на небе. И опять же, все очень здорово. Как говорится, держи карман шире. Но опять же, космология была ничего похожего с обычной космологией не имела. Там было еще, может быть, несколько десятков работ на эту же тему. Аккуратненько они ссылались. Но никому ничего хорошего сделать не удалось. И поэтому народ иссяк на этом месте. Так что динамическая компенсация не работает. Среди очень смешных механизмов я могу написать один, в котором было так. церковь в квадрате, разделенная на R или на R в квадрате. Но здесь предложены кинетические члены групповой формулы. Лизой Рэндалл и японцем Цуджикам, если я ошибаюсь. Видите, теория очень странная. И там некоторых проблем удавалось избежать. Но это не очень безобразная теория. Потому что при старшей производной стоял большой коэффициент. И это не так ужасно, как если при старшей производной стоит маленький коэффициент. Тогда возникает разного рода ужасная неустойчивость. Ладно, это я еще немножко, может, поговорю. Ну, пожалуй, на этом... У меня есть еще там несколько страниц в конце доклада. Я про разные вещи сделал аппендиксы. Наверное, не стоит выписать ни уравнения, ничего там больше на эту тему. Давайте пойдем дальше, а именно перейдем к темной материи. Я все время говорю, что есть темная материя и темные энергии. Но реально не объяснял, откуда все эти цветы. Может быть, это и известно. Значит, первые указания на темную материю были сделаны Оортом и более серьезно. Цвети, который обнаружил, что теорема вириала не выполняется. Я смотрел, скажем, на скорости звезд в каких-то скоплениях. Я даже не забыл в каком. Именно. И увидел, что скорости слишком велики для того, чтобы их можно было объяснить полной массой звезд в этой галактике. На скоплениях в галактике. Вот он, что смотрел в нашей полной системе, тоже увидел на эти несуразности. Никто в это не поверил. И все затихло до 1974 года. Когда одновременно появились две работы. Это Острайкер, Пивонс и Яхилл. И работа в Эстонии и Наста Кассик Саар. Которые, в общем-то, на плохом телескопе набрели то, что надо. И я думаю, что тут была большая роль звезды. И еще он нелетко ездил в Тарту. И там рядом в Тарамере проводились очень хорошие конференции. И, по-видимому, поэтки очень мало. В общем, хорошая группа там. И было обнаружено, так называемые, плоские ротационные глибли. Долгое время все звезды используют темные матемии и держались именно на этом. А именно, изучалось распределение скоростей вокруг галактики разных объектов. То есть, либо частиц газа, которые наблюдались, либо галактических спутников. Ну, у нас примерно, ну, почти что десять галактических спутников. Два из них, все знают, даже я. Это Маделандово облака. Это небольшие галактики, по сравнению с нашей галактикой. И скорость, как функция расстояния. Если мы посмотрим на Солнечную систему, то скорость, по-другому, вот таким вот образом. Как полиция. Ну, реально-то теорема, потенциальная энергия была кинетической. И где-то тут находится Меркорий, где-то тут Венера, где-то тут Земля. В общем, все очень хорошо на их первую садистку. Вот. А, к своему удивлению, люди увидели меры вот такого типа. С хорошей точностью, выходящей Меркористанту, это здесь конец. Это вот примерно здесь галактический радиус. И в лучшем случае эти кривы простирались почти что на десяти галактических радиусах. Что это означает? Ну, посмотрев на уравнение пластомы, мы увидим, что плотность вещества должна вести себя как единица на радиус в квадрате. А, значит, масса, как функция радиуса, ведет себя просто как радиус. То есть, имеется вот такое вот распределение вещества, очень бедно вспадающим. Хорошего понимания к этому делу нет. Вот такой экспериментальный факт. Как говорят, если это есть самогравитирующий равновесный газ, равновесный, я имею в виду, из-за температуры. То как такое распределение должно быть? Я думаю, что так это легко увидеть. Опять же, решив уравнение парсона. Но с какой стадии вот эта темная материя, которая практически сама с собой взаимодействует, будет иметь одинаковую температуру по всему радиусу веизе? Ну, во всяком случае, люди бы так из как-то понятной организации. Что? Потому что это темная. Ну, возможно, по этой причине. И количество темной материи по разным наблюдениям было в несколько раз больше, чем количество светящихся вещества. Это было да. Гравитационное взаимодействие? Гравитационное взаимодействие. В принципе, релаксация может быть? Ну, вы знаете, это все-таки довольно слабо. Ну, вроде не должно. Но вот, казалось бы, все-таки у них должно быть. Они падают, например, скажем, с равными скоростями. Ну, тут сложный вопрос. Как они должны захватываться? Невзаимодействующие частицы не захватываются. Но, тем не менее, структура в темной материи образуется. По той причине, что ситуация не стационарная. Они сами себя захватывают. Они сначала живут в слабом гравитационном поле, потом они так как бы слипаются и создают гравитационное поле, которое стало сильнее, чем было раньше. За счет этого происходит самозахват и образуются пластеры из темной материи, которые не теряют энергии. Обычное вещество высвечивается, оно излучает, там, всякие, ну, там, или хорошо излучают электромагнитные излучения. Вот, потом в какой-то момент необходимо, чтобы образовывались молекулы, поскольку молекулярные излучения лучше. Ну, в общем-то, более-менее получается, что нужно. А с темной материи, я не знаю, как получается. Темная энергия здесь не участвует, я прошу прощения, я потом о ней скажу. Значит, что мы, какие есть наградательные излучения? Сейчас считается это очень хорошо установленным. И есть большое количество разных, принципиально разных типов наградательных армий. Вот, как я уже сказал, плоские ротационные кривы. Затем, ну, так я, довольно хаотично. Гравитационные элементирования. Ну, мы смотрим какие-то объекты на больших расстояниях. И смотрим, как они у нас. Какое тут происходит линзирование, спрашивают у меня о деталях. И за счет этого можно оценить общее количество вещества на пути от определенных ярких объектов до нас. В общем, смотрим по нескольких образовым направлениям и получаем более-менее то, что нужно, чтобы на пути было необходимое количество темной материи. Сейчас, секунду. В галактиках или в кластерах или что-то в одном роде. Как Вы сказали, что непонятно, как происходит ревоксация, а тогда Вам обратный вопрос. А если мы знаем, что ревоксация случилась, то нужно ли поставить какие-то ограничения или понять, есть ли какое-то какое-то взаимодействие между стихами? Хороший взаимодействие. Мы знаем, что оно довольно слабое. Я немножко утаил, что численная симуляция приводится близко к этой картине. Я бы сказал, что не понимаем, нет аналитического понимания. Все-таки вот такая вот численная симуляция, она вроде бы работает. А реалитация достаточно получается? Вроде бы да. Вот. Дальше. И есть такой вот, по-моему, лет 15 назад. Это было обнаружено изучать богатые галактические кластеры, в которых был горячий газ, который излучал длингейн. Вот в этих кластерах основная глаца сидит не в звездах поразительным образом, а в этом газе. Это можно оценить по скоростям и по вероятной теории. Количество газа и количество звезд можно просто оценить так. Просто посчитаем. Там можно увидеть интенсивность излучения, и кроме того, звезды можно просто посчитать. Вот. И оказывается, для того, чтобы удерживать эту систему вновесе, нужно примерно в 5 раз больше вещества, чем наблюдается. То есть есть какое-то невидимое вещество, которое тоже по видеоматриумной материи. Наконец, еще есть одна такая качественно очень хорошая вещь. Она не очень точная, но явкая. Это изучение количества галактических кластеров по функции городского смещения. Мы где-то здесь и знаем, что количество кластеров у нас столько примерно. Раньше их должно было быть меньше. И, значит, если бы мы не имели, имели только барионы, или же мы имели барионы плюс темную материю, то эволюция была, скажем, ребята, либо такая, надо снять единицу, либо вот такая. Спрашивается, в каком случае мы имеем систему с темной материи, в каком случае без. Ну вот, если дай бог не наврать, ситуация стоит в следующем, что если есть... Если есть темная материя, вот я пытаюсь сообразить. Если есть темная материя, то образование мы имеем сколько-то кластеров здесь и должны прийти вот в эту цифру. И если есть темная материя, то есть дополнительная материя. Вот таким образом. С точностью до того, что... А вот все двоевые системы, где темные звезды... Это другое. Это некая мелочь. Эти звезды, они небольшой филосификации. И, наконец, последнее. Это сейчас самым точным считается анализ флуктуации микроумнового фона. Он зависит от того, сколько у нас... Вот эти положения и высот этих пиков. Зависит от того, сколько всего имеется вещества. Вот. Причем барионного и небарионного. Отдельно соотношение высот пиков, я уже это говорил вчера, показывает, сколько есть барионного вещества. И другой показатель у нас... У нас эволюция по картинке вот такая примерно. Значит, по отношению высот этих пиков, можно сказать, сколько барионов. И по затуханию, вот этому диффузионному, диффузионному эксцентровскому затуханию, мы тоже знаем, сколько барионов. И они дают примерно в бариону то число, о котором я говорил, примерно омега, равное 0,05. Тьфу! 5%, 0,05. Кроме того, общее количество вещества такого проектирующего примерно 0,3. В современных числах этой омеги. Вакуумная энергия здесь не работает фактически, а тогда мы реагировали с нами. То есть, вот это... Микро-науэльфон говорит, во-первых, что у нас количество вещества отвечает омеге, равное 0,3. Положение вот этого пика, и говорит, что Вселенная плоская. То есть, омега, полная, равная единица, значит, у нас 0,3 вещества какого-то, из которых 0,05 барионов. А вот 0,7 неизвестно что, и это мы приписываем теперь темной энергии, поскольку мы знаем, что Вселенная по разным данным расширяется с ускорением. А вот есть качество. Оскорное линиевое, Гелартика. Что же свидетельство? Это немножко другое. Вы имеете в виду баллит-пластер? Ну, прям, да? Там действительно случается, я согласен, ну, там количество не трудно оценить. Это, скорее, аргумент против того, что против, так называемого, Монда Modified Newtonian Dynamics, когда считается, что ньютоновская динамика не работает при очень малых ускорениях. Вот. А там можно смотреть распределение скоростей, и увидеть, что, если есть Modified Newtonian Dynamics, мы имеем два светящихся центра, и вся гравитация сидит, как говорится, этим и этим центром. Так сказать. А если у нас темная материя, гравитация определяется вот этим, и по распределению скоростей можно сказать, что все-таки гравитирует не каждый центр сам по себе, а вот эта вот вся куча. Это аргумент против модификаций, против того, чтобы бороться с темной материи. Вот. Ну и последний аргумент, такой он совершенно просто качественный, и состоит в том, что при известной величине дельта тег тег т, если бы темной материи не было, то жизнь бы не возникла бы еще. Нет. Я уже аргумент говорил. Состоит в том, что мы знаем из того, что дельта тег тег т это означает, что дельта ру к ро мы это уже приводим по странам. Должно уменьшили в порядке с 10-4 на момент z равны 10 в 3 или еще в том более точно говоря. И это значит, что феория говорит, что дельта ру к ро растет как расширь. То есть она может вывести только в 1000 раз. А этого слишком мало. Нам нужно единицу, чтобы потом быстро мысли образовывая структура. А если темная материя, то для нее дельта ру оказывается порядка ну, оно примерно пока не начали развиваться вот эти вот неоднородности это дельта ру к ро более-менее было постоянным. И в случае с темной материи, вот это дельта ру равна 10 в 3 начинает развиваться от момента от момента z равны 10 в 4. Почему? Если нет темной материи, то структуры будут образовываться в протонах и электронах. Но, покуда они не образовались, стали нейтральными, то есть пока не произошла рекомбинация, структура не образовывается, микроволновое излучение растаскивается со страшной силой электроны, акванты, оттягиваются в протоны и все более-менее однородное, и только по словам нейтральный однород уже может шлифаться. А темная материя не превратит на нейтральновой флон, и структура начинает образовываться в тот момент, когда а raw radiation стало по порядку ровно плотностью материи и только когда Вселенная пойдет по нейтральновому закону, тогда начинает возмущение расти. нам необходима темная материя, если мы знаем, что для этого ровно здесь получше структуры, тогда нам просто необходимо, чтобы структура Стало образовываться раньше, а значит для этого нужно, чтобы она образовывалась с помощью каких-то частиц, которые не взаимодействуют со свинью Это такой качественный аргумент, но довольно сильный Значит, имеется всю тёмную материю, тёмного класса Один класс называется Мачо, а другой класс называется Уимпс Мачо это, ну, мы знаем, что такое мачо, это силач, здоровяк, о, такое слово А расшифровывается так как Massive Astrophysical Point Hollow Objects А это означает здоровый, звёздообразный объект Это могут быть первичные чёрные дыры с массами 10-20 градусов Или первичные дыры с массой близко к звёздным массам Или же какие-то звёзды, ну, тусклые звёзды, которые мы на коробке почему-то не видели Семи аргументом в пользу существования таких объектов было линзирование в направлении на Мадиланного облака Это вот группы, как раз которая называлась Мачо, и французской группой, которая называлась Эрвастерта Они смотрели, по-моему, на Мадиланного облака, на галактику И то, что они видели, был очень красивый эффект Именно, они сканировали все звёзды в Мадиланном облаке И, на удивление, обнаружили, что с каким-то звёздами происходит такая вот метаморфа Вот они свинтоцветят Потом вдруг начинается такая вещь Светимость возрастает в несколько раз, ну, скажем, в три раза А потом опять пошло что-то такое Это не просто переменные звёзды Они смотрели, по-моему, в красном и синем свете И кривые были одинаковые И это объясняется, естественно, тем, что между нами и ими прошло какое-то массивное дело Это были гравитационные линзы Как мы хорошо знаем Мы можем собрать, сфокусировать солнечные лучи И поджечь, например, бумажку Но вот тут вот всё было вовсе этим целескопом Этих объектов, которые приводят к такому линзированию Довольно много Гораздо больше, чем говорит нормальная теория звёздообразования Ну, в общем, несколько раз, возможно, может быть на порядке Нормальная теория звёздообразования Говорит, что вот таких несветящихся остатков Или чёрных дыр Кстати, масса объектов порядка половины солнечной массы Как распределена Должно быть мало И что это за объекты до сих пор неизвестно Тем не менее, их недостаточно много, чтобы объяснить всю тёмную материю Они дают примерно, ну, процентов 20 от неё Того, что необходимо Вот Есть более популярные группы от частиц лёвной материи под названием ВИН Что означает ВИКЛИНТЕРАКТИНГМАСИВ ПАРТИКЛСЕВ НОРМАЛЬНЫЙ ЧАСТИЦ Которые слабы между собой взаимодействуют Вот И там может быть много всякого Вот И я на следующей страничке перечислю А пока Можно сказать, что Вот Этот подкласс На самом деле Не вполне так Ну, в общем, в основном всё-таки речь об этих ВИПах В свою очередь делится на три группы На холодную, горячую и, естественно, тёмную Тёмную материю Вот Ну, кстати, вот эти мачо могут составлять только холодную, скажем, тёмную материю Вот Горячая, тёмная материя Это Материя, которая Ну Вот Они летят, летят со скоростью света Пока их скорость Поскольку они массивные Не упадёт Пока они станут не релитивисты Тогда они могут, в принципе, замедлиться Захватиться И что в этом роде И вот можно посчитать длину, которую Нейтрина Пробежит за время За это время Полную длину вот этого пробега И она, оказывается Отвечая массе Которая находится Внутри длины этого пробега Порядка Ну, тут написано Нет, тут не написано Я могу написать Значит Масса Может там будет что-то Нейтрина Это вот Длины Масса Есть примерно Масса Планка Куби Разделенная на Массу Нейтрина Очень красиво охотная Вот И это При массе Нейтрина в 1 электрон вольт По-моему 10 в 17 Масса Солнца Или что-то в этом роде Что это означает? Что в нейтринной теории Могут образовываться Значит Если она свободно летит То Если есть область Где много нейтрина А если Область поменьше Нейтрина То есть из полуфлантской плотности Ну естественно Эти плотности Которые побогаче Нейтрина летят В область Которая поведнее Такая коммунистическая частица Которая всех выравнивает Которые были богатее И становятся поведнее И наоборот То есть возникает Такой область И это ужасно Совершенно Для жизни По той причине Что Становится гладкая Вселенная На расстояниях На массах Порядка 10 в 17 Массы Солнца Ну я могу тут набрать Вы считаете сами И это означает Что Структуры могут Образовываться Только сначала На масштабах Суперпластеров Галактики Зеленович очень любил Эту теорию Тем более Что в Атефе Было замечательное Испроявление В Атефе В Атефе Была исполняла Масса Нейтрина Примерно В районе 30 электрон ворта К сожалению Он оказался Неправильным Но тогда Зеленовичам очень нравились Когда взять 30 электрон ворта Это все-таки В первый раз поменьше И согласно теории Образовывались сначала Такие большие структуры Он Разбил очень красивую Теорию И до сих пор Этот термин Сначала Образовывались Эти плоские структуры Которые фрагментировали На более маленькие объекты Эти объекты Называются Ну по-русски Просто Блины А по-английски Зеленович Блины Блини Это слово Так пошло Заграничный язык И дальше Из этих Плоских объектов Происходила Фрагментация Галактик И может быть Более маленьких классов В общем Галактик Вы говорите про этот эксперимент Который в твердом теле Сделался Это Любимый Третий Третий Эксперимент ВТФ ВТФ Это Я не знаю Я знаю Что там показалось Действительно Много грязи И даже Может Вы лучше помните Никто Эксперимент В общем Расчеты Были сделаны В том В том В том В том Нак moje Органической Молекулы Который В том В том Расчетов Аккуратно Никто не отказался Никто не нашел Ошибки И в общем Эт эксперимент Остался Неопровергнутым Никто Никто не отказывался Никто Электронный вольт я буду прямо сейчас закрыть с помощью Дерштейна Зельдовища. А те могут сказать, что не Дерштейна Зельдовища закрыли с помощью Дерштейна Зельдовища? Нет. Кроме того, сейчас ограничение считается, что сумма у нас не длина, меньше амципа 0,2 или 2 вольта. Ну, это может быть через чём, но тем не менее, на них пишется много работ, вставляются космологические данные в чёрный ящик, и оттуда вылезает масса нитрина. Тут можно что-то спрашивать, мы поглянулись в одно и то же, а с ограничением Дерштейна Зельдовища всё чисто. Я могу посчитать, сколько нитрина сегодня. Ну, я уже упоминал об этом ограничении, что там Сигмаклен набрали дважды. В общем, я могу посчитать, что 110 нитрина в кубе, нитрина плюс антиметрина. Если я возьму и оставлю плотность энергии всех массивных частей тоже, вроде точно сейчас. Когда я бы с Дерштейна писал свою работу, тогда знали гораздо хуже. Поэтому у них ограничение было типа 30-ти электронного вольта, кстати, по тем временам. И после этого я сразу получаю, что срока у нас нейтрина должна быть меньше, типа, просто без всяких чёрных ящиков, меньше типа 12 электронных вольт. Потому что каждая нейтрина меньше 4 вольт. Дальше следующее. Я хочу, чтобы вот этого коммунистической уравнировки, когда области богатые, бедные, богатые, то есть всё сравнивается, не было. То есть, чтобы нейтрина сделала не более 10-ти процентов, ну, может быть, 20-ти процентов полной плотности энергии. Вот, разрушающий эффект, не думаю. Очень слабо, очень сильный. И тогда я получал ограничение, что каждая нейтрина вешает, там, примерно 2-3 вольт. А это уже с помощью очень аккуратного анализа сделала чем-нибудь меньше. Сейчас мы видим число общепринятое. Так что, тёмная, горячая тёмная материя, по-видимому, не работает. Ой, интересно. Ура, угнал. Хорошо. Есть второй тип тёмной материи, который очень популярный, называется холодная тёмная материя. Для неё длина свободного разлёта, я специально не говорю, пробега, гораздо меньше галактического, она вообще просто фактически норма. Это тяжёлые элементарные частицы обычно. И для них очень, и они довольно хорошо образуют галактики. И там образуются структуры за счёт гравитационной неустойчивости. Длиной вот этого пробега можно привлечь. И там, наоборот, дикий капитализм. Те, которые были богаче, где масса была больше, они ещё больше на себя натягивают. А те, где ничего не было, становятся ещё, ну, не ничего не было, а немножечко было. Вот. Но всё это, галактика, центры гравитационные дотягивают на себя. Вот это неплохая теория для образованной структуры, но там проблемы есть тоже. Вот. И в связи с этим, ну, сейчас становится популярной теория с тёплой, скрытой. Я говорю скрытой, потому что раньше говорили хи-донбасс. Вот. Ну, тёплой, невидимой, тёмной материи. Может, лучше говорить невидимой материи, тёмная. Потому что тёмная – это что-то поглощающее свет. А невидимая – она вообще никак со светом. Брионная. Что? Брионная. Нет, речь идёт абсолютно о небрионной материи. Когда я говорю о тёмной материи, это другое неизвестное вещество. Брионная материя – 5%, а это 25%. Так что холодная тёмная материя несколько теряет свою популярность. Хотя её апологеты и, в общем, те люди, которые работают, считают, что всё-таки критиками вполне обоснованно. Сейчас скажу почему. Можно, когда холодная тёмная материя, может, бозы-конденсатка, может, бозы-конденсатка, может, бозы-конденсатка, может, сейчас скажу. Ну, вот, например, практически бозы-конденсатка, как сегодня, в теории. Вообще, если мы имеем... Ну, ладно, сейчас что-то сразу. Вот, если мы имеем горячую тёмную материю, там нет ничего, но есть даже некий предел. Допустим, есть только горячая тёмная материя. Вот. Тогда, есть предел, называемый предел Тримейна Ганна. Это... Они показали, что масса частиц вот этой материи должна быть больше 100 электронов вольт, чтобы объяснить то, что видим скрытую тёмную материю в Галактиках. И это, как они там говорили, это потому, что мы... Речь, что о нейтрине. Нейтрин фермионы, и они, как говорится, заняли место, и родственников не пускают. Вот. И поэтому, зная радиус этой системы, зная какую-нибудь массу, мы можем определить, сколько нейтрин можно туда напихать, не больше, чем в одном состоянии. Значит, масса на абсолютно больше, чем что? Нейтрин. Мы имеем массу, мы имеем радиус, и мы знаем, что нейтрин не можем им больше некоторого числа. Ну, химпотенциал будет. Вот. Вот. Поразительным образом оказывается, что такая же теорема справедливо и бозонов, которые были горячими, просто по теории не уверены. Для горячих. Для горячих бозонов. Если бозоны могут образовывать конденсат, то так далее, для них оказывается возможен обойти теорему Леоргию. Поэтому для бозонов такой вот теоремы нет, и у них все были на спусты хорошие вещи. У нас была совершенно сумасшедшая работа с Алексеем Смирновым, тот самый, который Михеем Смирнов уже шли, резонанс в нейтринных в переходах мы предположили так просто с потолка, что а вдруг нитринок не чистый фермиол, а еще и частично является бозоном. Вот. Никакой теории подвески подвески. Что? Вот именно. Я, когда эту работу рассказывал, я процитировал Достоевство, если Бога нет, то все дозволено, как вы помните. Ну вот это действительно такая. Ну, может быть, работа и красивая по той причине, что тогда в нейтрином могло бы немножко делать конденсат, 100% нельзя. Уже противоречие данные будут по двойному году распалывать. Некоторые данные показывают, чисто феноменологически, что это, пожалуй, лучше, когда оно является смесью базового спермиона. Но никакой разумной теории подвести под это невозможно. Вот эта теория по своей спины со статистикой не позволяет немножко ее нарушить. Я не знаю никакого способа, который позволял мне это сделать. Я могу немножко нарушить всякотек, введя нелокальность, введя еще чему-то. нижние поля тут никак. Нельзя быть немножко беременной вот так к этой области. Относится просто для того, чтобы его можно было собрать в большом количестве и этого не мешал бы принцип ферми запрета. Теперь Нестациональная задача где все по определению виртуальная вы там очистите определенного спина Это все-таки вирус Виртуальная Протоны все-таки мы меряем Ну конечно А вам-то надо на масштабе Вселенной Ну а чего там на масштабе галактики там ничего Ну чего и так плохо а вы еще задаете вопросы Вот Вы знаете у них все-таки слабое взаимодействие совсем не получается а если вводить связанные то как-то начинает вылезать сразу всякая гадость вот я не знаю аномальное взаимодействие с самодействием нейтрином вводилось в общем на него все-таки довольно тяжело вот значит что я не слышал или что значит а я не слышал так не так просто ну потому что для того чтобы образовать гравитационно связанный объект ему надо терять энергию излучения вот она не хочет терять это может быть такое как я сказал самосогласованное сжимание вот так в принципе возможно есть вот механизм образования черных дыр вот это это зеленовича новикова который общепринят который говорит что есть флутуации плотности во вселенной в ранней если по какой-то причине флутуация плотности дельтаро такая большая что на размере горизонта она будет иметь вот просто волшебный следом она сама собой образуется таким образом черная дыра а что там будет там будет что как это называется черной дыры нету значит только электрический заряд масса и угловой момент поэтому она ничего не знает ни о приемном заряде ни о том что в нее попало вот все глобальные симметрии нарушаются может обалить все кроме теневого галстука теоретическое фолье торчит наружу это да знаете есть совершенно замечательная вещь что если мы дадим маленькую массу фотону то она сама по себе тогда возникает очень интересная ситуация из черной дыры что стационарное решение электрическое фолье исчезнет но спрашивается а как перейти пределы нулевой массе я просто так говорю с восторгом потому что мы этим занимались оказывается ну вот нет предела нулевой 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 массы при нулевой массе из черной горы торчит нормальное поле как только масса стала 180 электрон вольт поля нет и ответ по-видимому состоит в том это вот хорошая задачка для решения я там своего дипломника просил но как и не это достаточно хороший что время затягивания оказывается вот допустим здесь еще будет мы сферически симметричным даже образом на ней афферицируют вещество электрические заряжки вот тогда казалось бы снаружи это будет колумбовское поле но масса фотона не равна поэтому это электрическое поле должно втянуться и время втягивания обратно до фотоновой массы подозревают или массе в квадрате это очень интересно что вы говорите вы говорите то же самое как с озвучением хокинга если ты уже за стационарную шпарточку никто никуда не озвучает не совсем тут все таки нет есть в принципе сезонной сезонной коллапсии ну очень ну не знаю я ставлю примеры с гравитацией что теория с массивным гравитацией без массы без шума разной теории наконечную молчану различающейся ну никакие граничные условия правда мне кажется что это национальная задача то есть это я с черной дырой да здесь гравитация она все-таки в принципе разрушена но у нас еще про черный дыр все-таки если черные дыры которые наблюдают так или иначе значит а вы говорите что вокруг есть темная мотива и по идее она должна туда падать и соответственно какие-то изменения массы должны быть их экспериментально наблюдают неизвестно по той причине что само по себе массу черной дыры трудно изменить оба лензира ну так точность недостаточно хорошая и скорость окрестия вещества на черную дыру нам неизвестно вот и в общем что мы знаем что получается более или менее разумные числа что квазары это есть большие черные дыры на которые падает вещество по дороге сталкиваясь лоб в лоб быстро из глаз излучают больше чем галактика за счет того что вещество ускоряется при падении на них но оно не по радиусу это немножечко с угловым моментом и столкновения там очень большие элитирские вещества и это очень внутренний механизм в течение квазаров а креция идет все же но идет это но это не вносит вклад в черную материю не вносит вклад почти что в излучение квазаров хотя они тоже они делируют в больших трудностях изменения массы только но это не так легко скажем мы знаем массу квазаров в нашей центре нашей жизни несколько миллионов плюс-минус полмиллиона есть черные дыры солнечной массы тоже там очень плохая точность испарение черных дыр такие большие черные дыры о которых я говорю они не испаряются в том смысле что они гораздо скорее поглощают реликт а испаряются они с гораздо меньшей температурой поэтому тут скорее не наращивают массу даже из-за реликта значит какие есть формы темной массы самая популярная для нас частица называемая LSP которая тут хорошо известна это Lightest Supersymmetric Particle означает ну если есть суперсимметрия то и если здесь сохраняется так называемая R-четность то самая легкая при каждом процессе с суперсимметричными частицами должно сохраняться грубо говоря число этих частиц это вроде болезненного числа тогда легчайшая частица должна быть стабильной и в минимальной суперсимметричной модели с массами 100-1000 чугов грубо говоря легчайшая суперсимметричная частица была замечательным кандидатом на руль темной материи она устойчива и если оценить мы знаем более-менее сечение суперсимметричной теории поскольку константы связи известны точно если на некоторых параметрах суперсимметричные мы в порядке величины очень хорошо получается плотность энергии этих частиц РО примерно равняется РО критическое и что-нибудь давайте соображу масса сути гречной частицы скажем на 100F в квадрате я число точно тут забыл но видно что попадает очень хорошо но можно взять не 100 а 300 ГФ и мы очень хорошо попадаем куда надо потому что если взять совершенно произвольную частицу то тут можно ошибиться на 10-20 порядков ту или другую сторону если мы сильно увеличим в 10 раз хотя бы тогда в 100 раз будет гораздо больше темной потери чем лучше и вот поскольку в церкви этого не обнаружили популярность этого кандидата несколько упала обсуждается тяжелые лептоны если есть нейтральные если есть четыре поколения четвертое поколение по какой-то причине плохо связано с нашими поколениями лептоны в четвертом поколении будут ставления и тогда если они имеют нормальное взаимодействие с массой порядка двух г их плотность равна критической плотности р р в конце допустим как функция массы нейтрина ведется таким вот образом а потом начинает падать вот вот это кривая границы герштейна с ледовичем все что вышли кривой запрещено а вот тут у нас можете их хорошо написать картинку и значит все что в этом нервале запрещено это отвечает примерно двум грамм а вот нейтральные заряженные получается нет нейтральные заряженная темная материя она посильно взаимодействовала непосредственно речь идет о нейтральном лектоне который устойчив вот интервал примерно нескольких электронов вольт закрыт там где-то потом будет совершенно замечательная картинка где-то будет резко из-за резонанса они делятся в общем очень красиво а потом она начинает нарастать если посмотрите мой обзор физикс репорт я нарисовал вот значит вот этот предел называется пределом Ли Вайнберга что не вполне справедливо поскольку одновременно была равенна лицовская зарядовая чайная позже чем-то да ну и кстати вы все без рублей даже раньше даже хотя мы послали может быть на 2-3 месяца раньше так что это не очень несправедливо а что только несправедливо уравнение кинетическое по которому вычислялся интеграция на 7 частиц в литературе даже наше называют уравнением Ли Вайнберга что совершенно безобразно поскольку это уравнение написал лет за 15 до этого уравнение и это есть 2 книжки в статье уравнение Ли Вайнберга хорошо назвали уравнением Зельдовича поскольку написано действительно намного намного раньше Ладно хорошо так что с Зельдовичем каких-то несправедливостей происходит предел Дершейна Зельдовича назывался Каусиком Маклейландом теперь уравнение Ли Вайнбергов тоже с тем с Дершейна Зельдовичем Каусиком Маклейландом успешно побороться а здесь пока не удается хорошо значит еще раз надеются некоторые другие варианты есть Фермиландовская Лучкавского университета группа там которые предложили что существует ультра ультра тяжелые частицы ну просто так я скажу ну просто так с массой 10-13 г и это было нужно для того чтобы отвести ней аномалии происхождения космических творческих высоких эмоций это считалось что эти частицы немножечко распадаются вот тогда не то как иметь вот такую массу и в принципе они могли быть чистой эмоциональной материи которые назывались американским словом ВИМП ЗИЛМА ВИМП это ВИМП это ВИМП это я не знал происхождение я знаю что там про Ганзилы но можно спросить они может быть даже не знают кто японский фольклор поскольку они смотрели маловероятно думаю вот против этой модели есть очень сильные архумения дело в том что либо надо приписать калибровочное квантовое число типа заряда взаимодействие с какими-то квазипотонами вот что нехорошо поскольку тогда будет дальнодействие это не будет действительно самовая взаимодействующая частица а если у меня нету сохраняющегося квантового числа то есть механизм ВИМП который в свое время предсказал распад протона на основе за счет гравитационного взаимодействия немножечко может быть столновальное место столноватый механизм в протоне есть трикварка и с очень маленькой вероятностью они могут слипнуться в черную дыру а если как только образуется черная дыра она уже ничего не уважает кроме электрического заряда вот а бренное число она не уважает и трикварка превратившись в черную дыру могут распасться на скажем позитроны в этом смысле ничего плохого нет вот и тогда протоны живут примерно в 10 в 47 степени нет ограничение в 10 в 35 то есть ничего страшного но эффект пропорционален протона в пятой степени если вместо массы протона я возьму вот эти 10 в 13 то такая частица будет распадаться как написано это я уже со слов плохо не знаю в каком-то источнике в каком-то учебнике бакуанатерной механики было написано атом распадается со спусканием свиста вот свиста ну со свистом распадалась очень быстро эта частица и надо сказать что мы с Катер Фьюзи наверное с грантом Кузима Бамби пытались это переанализировать по виду Музельдович переоценил вероятность это связано с тем мы имеем на классическом уровне если я хочу сделать черную гору который имеет не нулевой заряд или не нулевой спин то масса должна быть больше не к этому просто так его не сделаешь это есть нет утверждения насчет того что масса заряженной или вращающейся черной дыры ограничена снизу чтобы не было сингулярности за горизонтом это классически известная теория так что в этом смысле может быть вот так вот буквально какая масса протона в космических лучах максимальная что максимальная масса протона в космических лучах максимальная масса протона вот не знаю 10 какой энергии 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 20 или энергии сейчас энергия praise чего даже 10 немножко больше вот сейчас вопрос то что 3 квадра сыплются в черную дыру странно говорить про черную дыру которую масса меньше планковская Почему? Это виртуальная черная дырочка Они оказались под своим горизонтом Если бы это были нейтральные частицы то почему бы и нет Я не знаю Если в классической теории рассматривать то такая маленькая черная дыра будет быстро испаряться Конечно Она мгновенно испарится с несохранением в районном числе В этом же вариант Слабое место в том, что классический рассматривать Совершенно верно И наши контрагументы тоже есть классические Что черная дыра имеет некое ограничение снизу на массу Если она имеет заряд Это хорошо известное классическое ограничение Ну и конечно очень знаменитый вариант это аксион Который имеет массу 10 мм и 5 Это электрон гор И сейчас говорят о так называемых как это называется Эй Частицах, которые тоже такая Эй Эй Это значит аксион на их партиклс Это просто взяли, забыли О свойствах аксиона Мы дальше рассмотрим частицы, которые похожи на аксион Мы совершенно не будем уважать Ограничения на массу, на константы связи А вот такого типа И смотрим, что для них можно делать Вот так это Совершенно без всяких оснований Продление Эти Ну так или иначе Аксионы очень легкие Если бы они были В тепловом равновесии То это бы горячее И очень горячее вещество Но они рождаются За счет фазового Ну вот При фазовом переходе В фазовой Хромодинамики Они рождаются просто на дне потенциала И они в покое И они поскольку Очень слабо взаимодействуют С веществом С окружающей плазмой Они не движутся Они так и остаются Холодными навсегда Так сказать В виде базы конденсата Они существуют Ну и конечно Один из популярных Идеев Первичные черные дыры Масса должна быть больше 10-16 г Фу! Грамм С тем, чтобы они не распались За время существования Вселенной Так что Это Один из популярных Кандидатов 10-16 Кажется Сейчас уже запрещено Была статья Американского Это не ловим Какого-то астрофизика Сейчас выскучило Я просто Только что вспомнил о ней О том Что любые черные дыры Распишут, что запрещены Но на него Справедливо напали Что все-таки Черные дыры Маленькие Такие разрешены Вот Очень популярный Гипотеза Так называемой Зеркальной Материей Считается Что Существует Параллельно С нашими Зеркальными Эта Гипотеза была В Несколько Наивной Гипотеза 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 Несколько Гипотеза Или Гипотеза Гипотеза Нужно, чтобы он был похолоднее нашего, физика могла быть первой. Это очень интересное занятие, смотреть, что будет, когда, к примеру, разные массы ядер, разное взаимодействие. Сейчас идет довольно активный поиск, если зеркальный нейтрон имеет ту же массу, что и наш, осцилляции, нейтрон, нейтронные же осцилляции, еще нейтрон-антинейтронные осцилляции, поскольку считается, что они сохранятся в приемное число, и переходы из нейтрона в нейтрон возможны. В принципе, это вот Камышков это дело пропагандирует и старается добиться эксперимента. Урочи, с довольно, это идет удачно. Вот, там на первом этапе одобрили, и они на два почти-то, по крайней мере, могут поднять время жизни относительно этих переходов. И, в принципе, возложил вот такой переход в зеркальные частицы. Они взаимодействующие, это совершенно новый тип темной материи. И там свои проблемы, они не взаимодействуют с нами, или очень слабо взаимодействуют с нами, но между собой они взаимодействуют. И поэтому, возможно, и охлаждение, в этом смысле структура будет идти совершенно по-другому, поскольку обычная темная материя не излучает и не теряет энергию, а эти излучают, испуская зеркальные фотоны. В общем, тут большой простор для этого. Довольно популярно, как лет пять тому назад, были метопологические салитоны. Когда, ну, есть метопологические салитоны, доменные стенки, струны, магнитные или, ну, просто, не заряженные монополии. Это приношение некоторых групп, ну, в смысле, калибровочных групп. А это динамически образованные салитоны из скалерного поля, которые должны быть заряжены, иметь какое-то квантовое число. И можно вполне знать такой потенциал, это было открыто Коумманом, что для таких частиц, масса этих частиц с большим зарядом, конгломерата, оказывается меньше, чем масса свободных частиц. Это будет стабильно, динамически, и, в принципе, они могут образовываться при некоторых, при охлаждении вселенной. Ну, и есть номер девять, который ничего подобного и совсем что-то другое. Мне вспоминается конференция примерно девяностого года, я точно не помню. И заключительное слово там держал Пиплс, я говорил, что это известный очень космолог, который очень расстроен, что не получал номеревский премию, поскольку он буквально планировал и организовывал эксперимент там с другими людьми по поиску реликта. И два шалопая совершенно случайно обнаружили эти премии, которые были в городе. И он очень поворчил, что несколько месяцев не потерял. Но, тем не менее, он замечательный. Космолог, он говорил о темной материи, и он спросил, ну вот, к началу 20 века, к концу 20 века, к 21 веку, сколько кандидатов на роль темной материи останется? Ну, публика говорила пять, кто-то говорила двадцать, кто-то говорила сто, а я здорово сказал один. Кто-то сказал, ну, ты как-то беседа, я большой оптимист, думаешь, что мы будем знать, я говорю, ну что, десять лет, ну что и срок узнает. Видно, как я ошибся. Так что, все, продолжаем претенцировать. А вот, ну, вот, какой-то угол у вас была такая, ну, это было какое-то, где-то, где-то еще, где-то, где-то ощущение, ну, это вот, немножко похожее. А была еще раньше другая модель, которая там была с четвертым геодным взаимодействием. Тот типа ироды, а одновременно она позволяла решить задачи. Я знаю... Вот это я много знаю. Я знаю работы Житницкого, с которым мы сейчас переродиваемся. Который с помощью кварковых самородков пытается сделать, что за счет нарушения ЦП... А я вот Житницкого как раз и не знаю. У него есть несколько работ на эту тему. Он как раз хочет таким образом сделать и Парион Асимметрию Вселенной. И с помощью таких вот связанных состояний. В общем, таких пузырей кварковых... Это раньше была работа. Она довольно давно. Первые работы у него были лет 10-15 назад. Он пытается делать Парион Асимметрию. Я не понимаю, как это работает. А вот сейчас, поскольку мы далеко друг друга... Да-да, друга на драке дело не находит. Вот, но... Мы ругаемся. Вот. Может, он и прав, но я пока не вижу здесь. Так что сегодня как раз он меня обругал. Ну, посмотрим. Вот. Значит, вернемся... Есть много кандидатов. Все очень интересно. И по этой причине... Значит, надо думать теоретикам и искать эксперта. Причем, не сказали раньше, частицы очень тяжелые 10... То есть, 100 тысяч тегов. А сейчас... Интересно двигается... В область более легких. И, наверное, взять на чем он, возможно, и холодный. Поскольку... Есть кандидаты с маслами 10-10 тегов или что-то там вроде. Какие проблемы с этой холодной скрытой материи? Ну, есть проблема отсутствующих скрытников. Холодной скрытой материи с помощью вот этого численного симулирования. Я уже в прошлый раз говорил о своей опечатке в моем обзоре, где было написано численное стимулирование. Вот. И, значит, с помощью численного симулирования получают, рассчитывают структуру. В частности, можно посчитать распределение теговной материи. И, в частности, количество аналитических спутников. Оно получается примерно на порядок больше, чем наблюдается. Это может быть связано с тем, что не учитываются важные физические процессы. Потому что там, помимо всего, есть и протоны подмешанные. Они могут как-то рассеиваться в этом плотном ингломерате, терять энергию. Ну, а второе может быть не холодной скрытой материи. Кроме того, если можно как-то уменьшить количество спутников, то, тем не менее, вот эти, ну как сказать, сгустки теговной материи, они бы разрушили галактический диск. Вот. С помощью, так называемого, гравитационного нагрева. Ну, вот гравитационного взаимодействия грилей и дисков бы не было. Кроме того, это вот известная совсем проблема состоит в том, что распределение частиц теговной материи, я уже говорил, что она падает как единица на р квадрат. Это в галон. А здесь я переводим на какой-то высотку. Это центральная циркулярность, центральная область с очень большой плотностью. И расчет показывает, что она действительно сингулярно единица на р в какой-то степени. Но точность расчета позволяет сказать, что это единица на р или единица на р квадрат где-то в этом интернете. А наблюдается по движениям звезд гладкий профиль. То есть этого нет. И, наконец, последнее. Это в нашей работе с Сомиом Глаксоном, что угловой момент галактики получается тоже не таким, как нужно. Что холодная материя предсказывает, что угловой момент гораздо меньше наблюдаемого. Поскольку она довольно плотно сидит и углового момента в ней мало. Какое могло быть решение? Ну, во-первых, что недостаточная точность и численного симулирования. Или же роль вариона, чтобы важные физические эффекты не учтены. Сейчас есть какое-то движение в этом направлении. И, может быть, в этом направлении и есть решение. Второе. Возможность темной материи, которая теряет энергию в Соми Глаксоном. Но там возникают свои проблемы. Я не могу углубляться отчасти. Потому что я плохо знаю, что самодействующая темная материя. Хотя у нас и были работы про зеркальный мир. Но эти проблемы утверждаются, что, скорее всего, не поможет. Лучше всего, считается большинством, ввести тепло-темную материю. А совсем хорошо иметь и то, и другое. И нынешний парад это всегда легко. Но это уже получается немножко разбуд. Что мы имеем? Мы и так имеем проблему. Как назвал казнических заговоров. Ну, это не констрирование. Это не заговоры. Это подлистые. Что плотность темной материи. Примерно такого же порядка, как плотность темной материи. Примерно того же порядка, как плотность барионов. Это 5%, это 25%, это 70%. Значит, вот так. 70, 25 и 5. И теория здесь совершенно размузданная. Плотность энергии. И она дает рецепт. Я хотел бы как раз спросить по поводу рецепт. Да. Это ведь отношение... Полной массы. Темной энергии. Плотность энергии. Это отношение плотности энергии разных типов. Да. Я говорю даже о параметре энергии. Да. Велицифр дознает. Обычно говорят вот это полная масса темной энергии и так далее. Я говорю о плотности или темной энергии. Или чего-то по отношению к критической плотности энергии. Темная энергия размазана как кисель по всему Рождеству. И это, и гравитационные эффекты, скажем, ускорения Вселенной учитывается именно на основе вот этого киселя. Считает ее отнародной? Промерно-размазанным. Правда. Темную материю ничего как-то не вы знаете. Темную материю немножко знаем. Она концентрирует все в галактиках фон и голову. Но когда я смотрю на микроволновой фон, там в это время все было размазано отнародной. И бареолы, и темной материи, и темные энергии. Кстати, когда я говорю о том, что темная материя в 5 раз больше, чем барионная, богатая в галактических кластерах, я знаю, что она там живет. В этом галактическом кластере. Темной материи. Темной материи. Да. А дальше там может вообще ничего нет? Может ничего нет? Получается, что вообще там эти галактики пошли в мир в этом саду. Про барионную материю ситуация такая. Мы видим, скажем, лет 10 тому назад, примерно 10 процентов из того, что мы знаем от того количества барионов, в котором мы знаем, что должно быть. А мы знаем, что должно быть такое-то количество барионов на двух вещах. Это ничего не косвенное. Это, например, первичный нутроистик, если я знаю, сколько декерия и знаю, сколько гения. Оттуда я определяю с очень хорошей точностью, я показал на картинке, сколько барионов. Это данные, когда они были однородными и когда во Вселенной была одна секунда или одна минута. Второй вариант. И это я нахожу полное количество барионов по пикам микроволнового фона и по хвосту силковского затухания. Получаю из-за полисового одно и то же число, точность, совпадающую с тем, что получилось в микросинбазе. Омега на аж квадратный барионов, то есть 0,022 или 0,023. В этом смысле это относится к равномерным размазанным. Сейчас люди постарались и, скорее всего, мы не видим примерно половину, а может быть, 60 процентов барионов вещества. Это мало светящиеся. Это космические глаза? Это может быть что? Это космические глаза. Кто? Барионы? Тогда мы можем их видеть. Они не являются невидимыми, поскольку линии поглощения, линии излучения как раз... Это невидимые объекты, да. А вот этот координент по поводу гроши, галактическая плоскость должна разрушаться? Он же, по-моему, довольно жесткий? Или это тоже можно объяснить? Ну, вот это показывает, опять же, численное симулирование. Но я не знаю. Из общих соображений. Ну, вроде бы, да. Оказалось бы, да. Вот. Люди борются с этими кастами, вот этими, с угловыми моментами, которые, получается, с чистым симулированием. Я там не очень чувствовал. Вот. Самому симулированию 2-3 работе, которые, в теории, как все было сделано, в сумме Марса и работали. Ну, галактические спутники. Ну, вот. Их можно, если бы, поразрушать. Ну, в общем, я бы так сказал. Ситуация открыта, да? И хорошо, но где разобраться без вот этих черных плащиков. Причем, численное симулирование идет со частицами темной материи и есть массы примерно в миллион солнечных масс. Ну, потому что мы должны писать в галактику, но иметь солнечную массу есть в один из этих черных плащиков и справиться. А когда вы все эти попытки играете, объясните, то есть было модифицировано гравитацией и все такое? Да, очень трудно. Ну, вот то, что за темную темную материю, вот, сейчас я скажу о модифицировании гравитации, есть модификация гравитации с помощью замены эйнштейновского действия на данном эйнштейновского действия это может дать ускоренное расширение Вселенной. Чтобы объяснить что-то на более мелких масштабах, вот, я знаю схему под названием МОНД, модифицированную ньютоновской динамикой, это значит просто... Гравитация та же самая, но законы движения частиц другие. Мне кажется, что, в частности, данные по этому самому балли, ну, кластер, который называется, что пуля против этого сильно, а кроме того, делать от теории релятивистский материал, и такой хороший человек, как Биттенштейн, он пытался, и, в общем, получилась какая-то бяка совершеннейшая. Я помню. Вы знаете, там очень хорошо зашло, что там четко видно, что у вас газ и, собственно, гравитирующая материя, они совершенно имеют разное распределение. Поэтому, в принципе, это нельзя объяснить газом, скажем. А звезды тоже не дают все то, что видят, что гравитирующая в материи, ну, гидролитизированные показы. Поэтому, там, по-моему, еще есть никакой модификации. Ну, ничего, это такое еще лучше. Я согласен, правильно вы говорите, я согласен. В общем, вроде этот МОНД не работает. Ладно, давайте у меня есть немножко еще время, немножко, чтобы поговорить про телоэнергию. Значит, мы еще знаем, что есть 70% совершенно необычного. Состояние вещества. Я вот вспомнил сегодня, по другому поводу, заглянем, что он не использует. Я говорил, что как расширение Вселенной выглядит, ну, совсем наивно в языке. Ну, представьте, это расширение по инерции. Если это был сначала толчок, как-то ее пихнули на инфляции, но с тех пор и летели. Ну, и, значит, это очень похоже на то, что вот эту штуку я не хочу кидать, как если бы мы кинули камень. Что происходит? Он летит по инерции с уменьшающейся скоростью, и потом обратно прилетает к нам. Это точно так же идет расширение Вселенной в закрытой модели. Сначальная скорость не очень велика, было расширение, а потом все столкнулся назад, и это, значит, закрытая модель. А если мы имеем открытую модель, надо этот камень только пнуть немножко посильнее, или заметно посильнее, и он никогда не вернется к вам на землю. Но во всех случаях скорость камня при увеличении расстояния будет падать. А картинку, которую мы увидели на небе, что вот он летит с уменьшающейся скоростью, а в какой-то относительно недавний момент, ну, там, пять миллиардов лет назад, в недавний по красному смещению. В космологии надо не столько времени говорить, а о том, насколько Вселенной было меньше. Вот мы по красному смещению порядка единицы, как будто у него включился ракетный двигатель, и он полетел от нас с ускорением, и теперь, неважно, закрытая модель или открытая, все равно никогда она не сломается. Вот то, что действительно наблюдено, что... Наблюдено, что Вселенная расширяется с ускорением, и тут целый ряд данных в эту пользу, не только сверхновые, за которые людям Алинубельскую премию, что уравнение состояния В меньше минус единицы, ну, согласно с минус единицей, вот. Ну, я уже говорил, что это связано с тем, что мы живем в мире не Ньютоновском, а в Тюрненштейне, где гравитирует давление, нам очень повезло, иначе бы не было первоначального Далштейн, вот. Ну, и, значит, какие были данные в пользу Тюрненэн? Что Вселенная расширяется с ускорением. Ну, много лет назад, ну, скажем, двадцать лет назад уже это было замечено, был кризис возраста Вселенной. Что, если иметь постоянную Хаббла порядка семидесяти, то Вселенная будет слишком молодой, если брать нормальный закон расширения. Ну, тут написано выражение для возраста Вселенной, через эти параметры Омега полное, Омега вещества, Омега негативистское и Омега вакуумоподобное. Вот. А если существует вакуумная энергия, то тогда возраст Вселенной будет существенно больше. Я как-то сначала не доумевал, но интеграл в основном вычисли, но как-то хотелось бы понять. Наглядно это действительно понятно, что мы меряем. Мы сидим... Это вот масштабный фактор. Это... Здесь время. Вот. И мы сидим где-то вот здесь. Это какой-то возраст Вселенной. От начала. И мы меряем наклон масштабного фактора. Параметр Хаббла. Наклон масштабного фактора у нас известен. Значит, есть два варианта. Есть расширение с замедлением. Вот так вот. То есть кривая идет вот так. Скоростью меньше меньше. А есть расширение с ускорением. И где-то там оно сменяется на нормальный режим. И в этом случае возраст Вселенной окажется действительно больше. Если мы имеем 70% в этом числе, то мы получаем прогресс нужный возраст Вселенной типа 13 миллиардов лет. Вот. А раньше получалось хоть лопни не больше десяти. Вот. Это первая вещь. Вона действительно... Разными способами. Я уже говорил, изменялась вот эта омега материи. Совершенно независимыми. Разными. С одной стороны, инфляция предсказывает полное уравнение единицы. Даже, когда это было по тематике, некоторые люди, включая линды, штаты, стали говорить, что инфляция может и не обязательно предсказывать омега равны единице. И пытались сделать естественные модели, которые омега не была равна единице. Но эти естественные модели оказались очень естественными. И единственный, кто повышенно заявил, что все это ерунда, ребята, омега материи равны единице. Был Луханов. Он просто написал какую-то заметку. Все это ерунда, что в конце концов окажется омега равна единице, потому что я верю в инфляцию. И он оказался прав. У меня была такая точка времени, но я не изъявлял. Вот мы знаем вот эту вещь, мы знаем, что омега материи. И, значит, победа школы в основном универсии. Совершенно замечательно. Ну и, так сказать, все-таки астрономы очень долго не верили, что есть вакуум-подобная энергия. И вообще, если вспомнить об истории, то она очень драматична. В свое время Эйнштейн вел меня в этот член, это как раз вакуумная энергия. И потом написал, хотя я не знал. Что? Ну, примерно так. Он сказал, что типа, это был biggest blunder в моей жизни. И он не верил в лямбда. Член, ну, это была довольно неудачная модель, потому что она неустойчива. Он хотел компенсировать гравитационное притяжение гравитационным отталкиванием лямбда-члена. Но, в общем, более-менее ясно, что если Вселенная чуть расширится, то тогда плотность энергии упадет, и она пойдет расширяться со свистов, а чуть сожмется, тогда будет доминировать обычное притяжение. Ну, действительно, потом, какое-то время были, в 60-е годы, считалось, что лямбда-члена отличен от нуля, по распределению квазаров, потом, это было понятно, что это гравитационный эффект. И, в общем, долгое время сообщество астрономическое не принимало любого лямбда-члена, любое вакуумное мере. Даже вот, кризис возраста Вселенной, еще какие-то вот вещи, они не воспринимали серьезное отношение, изменилось вот после пермутера Шмидта и Ириса, которые два наблюдения, два эксперимента, которые наблюдали, что сверхновые на больших расстояниях, о чем говорили о стратегии, оказываются более слабыми, с меньшей наблюдаемой светильностью, чем ожидалось бы. Если считать, что сверхновые, стандартные свечи, и тогда, естественно, на объяснение было бы, что они дальше находятся, чем ожидали, в обычной теории, с замедленным расширением. А значит, расширение идет быстрее, чем мы думали. И вот параметры, более-менее, подходят к пеномему вакуума, на уровне 0,7. И здесь есть, раньше там еще считалось, что возможно поглощение света, каким-то неизвестным образом, обычная пыль не очень работала, какие-то люди предлагали, предполагали, что на пути находится много аксионов, из основной темной материи, которые поглощают этот свет, но там должно быть переизлучение, если даже выпросили пыль. Но было наблюдение, что эффект не монотоник по Z, точности очень хорошие, а именно, когда совсем близко от нас, мы не почувствуем эффекта антигравитацию, потому что все очень близко, там она не успевает наработаться. На красных свечениях Z примерно 1, в основном, ровакуумная, оказывается порядка, ровмета, потому что ровакуумная ведет себя вот так, а роватерии, это время, или единица на Z в режиме, как-то нарастает. Значит, мы где-то вот тут вот смотрим, и тут все-таки идет, вакуумоподобная энергия оказывается больше, чем энергия гравитирующего вещества, и вот расширение будет с ускорением. А если мы пойдем на еще большее из-за этого, то тогда расширение с ускорением будет чувствоваться слабее. И примерно это и наблюдается. Точность не очень большая, но это прямо противоположно эффекту поглощения. Немножко подальше, и эффект исчез. Но он должен быть больше. Ну так что это, по-видимому, урханография, но вполне точно. Мы сейчас пытаемся описать разные способы феноменологические. Здесь мы вот еще видим, да? Это расширение ускоренное, и, в общем, это, видимо, полезно. Но так вот мне бы казалось, что без решения проблемы вакуумной энергии продвинуться в понимании этого вопроса очень трудно. Мы знаем, что есть какой-то вклад в вакуумную энергию намного больше, и мы должны знать механизм компенсации. Вот. Каким образом? Я думаю, это можно пропустить. Значит, имеются две возможности. Очень... Ну, действительно, две возможности. Одна возможность состоит в том, что вошел какое-то новое поле, не обязательно такое вводит. Действительно, всякие кошмарики с произвольными кинетическими членами. Это вообще может быть нелинейная функция демиум в квадрате. Вот. И с разными потенциалами, которые, ну... при почти постоянном поле, приводят к ускоренному расширению. Это поле с подачей американской группы. Это Пенсильварный, Принстон, там полсталь, как было. Несколько других американцев, которые предложили назвать это поле квинтэссенцием. название ног и полу прижилось. И это, в общем, тот механизм, который более-менее простой, состоит в том, что есть легкое, новое, скалянное поле, которое, значит, имеет уравнение состояния, ПЭПТ равняется минус РО или что-нибудь в этом роде. Вот. И там, действительно, может быть, вот в таких теориях в нелинейном квадратах произведенных, там возникают, в общем, всякие своеобразные гадости. И наоборот, W меньше, чем минус единицы, может превратиться в W больше, чем минус единицы. Второй вариант это модификация гравитации, инфракрасная модификация на больших расстояниях. Вот. Ну, если у нас получается уравнение выше, чем второго порядка, то надо бояться всяких тахеонов, вдохов при калтовании. Ну, может, она же гравитацию может не будет калтовать, куда-то как бы и продем, но всякие неустойчивости, такие не знакажи. Вот. И действительно, в первых вариантах этой теории возникли совершенно неожиданные, может быть, даже не говоря, неприятности. Первый вариант он предложен итальянской группой там Кабазиэлла и еще это с автором. И несколько месяцев позже физиология сделала публикованная статья, на которой начали большие ситуации и они ввели вот дополнительный член действия. И это плюс и минус зависит от того, какая у меня нормировка какая метрика положитель или третяки. В общем, вот такой символер ничлен. Если мы напишем уравнение движения аналог уравнения Эйнштейна для такого действия они оказываются уравнением второго парня. для этого что любопытно что они имеют решение R равное постоянной при отсутствии всякой материи. Эту равную довольно легко написать, может, мне это и выписаны. И это означает, что будет расширение вселенной с ускорением, поскольку постоянный R как раз означает, что хаван постоянный хаван постоянно это будет экспонент в степени ht и тогда а с двумя точками разделенные на а это будет просто h в квадрате то есть расширение идет с положительным ускорением. но оказалось вот параметры надо выглядеть мы в квадрате порядка кривизны современной космологической кривизны то есть обратное время жизни вселенной это было положено руками чтобы объяснить что видно и значит большая была радость но как оказалось если мы примем это то какому-нибудь астрономическому телу то ли к коллапсиру то ли к облуху то ли к земле то ли к шуму то ли к звезде то оказывается что надо написать это уравнение аккуратненько с учетом этих самых вот всех оказывается что небольшие фруктуации начнут со страшной скорости расти это было в нашей работе с Камасаки вот и время жизни этих фруктуаций просто какие-то доли секундных то есть все взорвется со страшной силой я немножко попереругивался с американскими людьми которые в конце концов согласились что их теория неустойчива у них были какие-то контраргументы ну после этого решили что надо в дальнейшем модифицировать одну модифицированную теорию и рассматриваются теперь функции довольно безобразного вида это было предложено старобинскими еще пара есть моделей вышли примерно в одно время по-моему в 2006 году после нашей работы с Кавасаки в 2007 году которые вот так вот модифицировали эту вещь и в этой ситуации во-первых уравнение квази уравнение Нейштейна уравнение уравнение гравитации по-прежнему имеет решение R равно константное отсутствие материи это действительно сразу видно напишите уравнение конечно гораздо более занудно писать чем обычный уравнение уравнение не видно что в этой теории как заметили эти авторы что если мы рассматриваем космологию и значит рассматриваем ситуацию расширяющейся Вселенной с ускорением с уменьшающейся областью вещества если мы возьмем это решение и пойдем вспять по времени отправиться впять по времени ближе к началу то мы очень быстро и очень рано уткнемся в сингулярность кривизна обратиться в бесконечность то есть начальные условия надо определять как-то сильно рано до того до нуклеосинтеза до всего прочего то есть теорию нельзя продолжить в малые времена вот для того чтобы спастись от этого тела Старобинский очень любит вот это слажаемое R в квадрате и надо чтобы не добавить R в квадрате тогда оно спасет от сингулярности то есть в прошлом сингулярности не будет а почему Старобинский любит и много лет назад предложил инфляцию основанную на добавке в действия R квадратного члена и это сейчас довольно популярная модель инфляции и какое-то время она даже считалась единственной возможностью в течение нескольких месяцев назад когда казалось что есть большие гравитационные волны на основании измеренной моды поляризации которые сейчас отсутствуют вот дальше надо сказать что модели основанные на этом выражения на действий очень интересные возникают если мы отправимся в будущее в их модели рассматривая уже систему не с падающей плотностью энергии а с растущей то есть коллапсирующего облака этот вопрос рассматривался в работе Фролова но не Валерия а его сына Андрея и в нашей работе в Санатурске в нашей лаборатории здесь мы обнаружили что в системах с растущей плотностью энергии возникает тоже сингулярность как только мы рассмотрим какое-то плотирующее облако за довольно быстрое время не так как у нас сквозь и можно достаточно быстрое время кривизна обратиться в бесконечность наличие вот этого слагаемого R квадрат это остановит это довольно-таки забавное уравнение если большой R то в первом слагаем скобка с минус 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 М она пропала и остался минус лям дар н но это не тут что если я пойду вот я Когда они ходили спять по времени, идя к большему кривизну, там эволюция системы была така, что они продолжали решение туда внутрь, назад, кривизна должна быть в начале бесконечной. Причем не тогда, когда был на самом начале осциллянной, а гораздо раньше. Оказалось, что без этого члена сингулярность возникает и в сломывающейся системах. Причем тут уравнение довольно забавное, его можно свести просто к уравнению до негармонического осциллятора с очень таким забавным потенциальником. Потенциал имеет вот такую форму, здесь бесконечное присмотрение, вот так, и минимум этого потенциала в системе с растущей проплощей энергии движется вот сюда, и глубина уменьшается. То есть, если бы поле жило бы здесь, этот потенциал на самом деле где-то заверченный, изменится на S в какой-то степени. И обратное решение. И очень забавная вещь, что вот, как я там писал движение сюда, начинается раскачка. Этот шарик не совсем, ну всегда он немножко отстает от движения потенциала. И он начинает колебаться. И когда я близко-близко продвигаюсь, он утыкается в этот ноль. А в этот ноль отвечает тому, что R обращается в бесконечность. Ну вот таки плохо. При этом очень интересно, что обычно, когда мы анализируем такие уравнения, мы пренебрегаем пространственным производством. Это не невинная штука, если я рассматриваю обычную гравитационную неустойчивость, ну как в Генцевской задаче. Там пространственные неоднородности расстанавливают систему. А здесь, оказывается, поскольку мы рассматриваем единицу на это, то пространственные неоднородности тоже привыкнут. Дальше и равно. То есть, если я учту пространственную зависимость неустойчивость, будет еще сильнее. В этом смысле чисто математическую забавную вещь. Единицу на R. Что? Единицу на R? Нет. Да, 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 понимаю. Единица на R тащится в ноль, R тащится в бесконечность. Эта штука, это потенциал для единицы на R. Ну, когда я вижу R квадрат, потенциал становится вот таким вот, очень резким. Вот. И R равный нулю. Там, на самом деле, там уже так прямо нельзя привести к уравнению напоминающим остылятором. Ну, ситуация очень похожая. Вот. И вот эта точка не из точки сингулярности. Вот. А колебания R имеет такой, совершенно не поразительную форму. А именно, остыляция имеет такой вот вид. Немножечко остыли, потом печок, потом опять остыли, потом опять печок. И этот печок очень небольшой. Это вместо того, чтобы убежать в бесконечность, то он убегает на такой небольшой печень. И такие высокочастотные остыляции могли бы привести, с одной стороны, к рождению каких-то высокоэнергетичных частиц. Не очень эффективно. А с другой стороны, вот эти остыляции, даже низкие высокочастотные, приводят к тому, что нарушается теорема. Я думаю, что она называется теорема Бергов. Это известная теорема, что в нормальной теории гравитации любое тело конечного размера всегда гравитирует, если плотность энергии положима. Что антигравитационные эффекты, они работают только для бесконечно больших частей тела. Скажем, домерная стенка может антигравитировать, струна космическая может антигравитировать, а конечный шарик антигравитировать не может. Это есть теорема Бергов. Оказывается, она называется теорема еще раньше. Теорем предложил человек по фамилии Йенсон. То есть, наверное, правильно называть Бергов Йенсон или Назаров. И она нарушается. То, что факт, что она нарушается, был обнаружен в работе Кпазеяна. Трое из, по-моему, их двоих. В принципе, мы просто увидели явный пример, что она все равно улучшается. И это может оказать влияние на образование структуры. И по виду, вот таким образом, какие-то модели можно исключить. Я говорю исключить, потому что я не очень верю, что они работают. Но можно их подтвердить за счет этого эффекта. Я думаю, я на этом остановлюсь. Хотя там есть чуть-чуть. Это вот какие-то уравнения я написал. У Рубакова, у него была, насколько я понимаю, многомерная теория, и она гравитация в нашем мире модифицируется. Но она не объясняет устроенное расширение. Я, конечно, могу просто спросить, если у него телефон есть. Но я так не помню. Но я посмотрю. В общем, я не нашел. Я не знаю, что бы он объяснял это расширение Вселенной. Он очень был близок к тому, чтобы предложить инфляционную модель. Но как-то вот немножко не хватило. И была работа Гуса. На самом деле, первая работа была отчасти Старобинского. Которых Гуса считается ступенью работа была Гуса. Сейчас я вам скажу историю. Значит, раньше была работа Старобинского. Который вел, наверное, член. И он, правда, сказал, что вот тут можно решить проблему плоскостности. И все. У Гуса была четкая работа, которая сказала, для чего нужна инфляция, плоскостность, изотропия, неоднородность. Но за полгода до ВУЗа была работа Дмитрия Казаноса. Опубликовано все-таки в астрофизическом журнале, который известен. Который более-менее те же вещи спрулил. В этом смысле есть большой перегорыси. То есть, он, значит, сказал более-менее . Кроме того, есть, вот Уханов говорит, что все работы по инфляции, ладно, но все равно ерунда. А вот самая главная работа, это предсказание спектра флуктуации, это моя работа с Кирисомом. Которые количество согласуется. Он эту работу написал, исходя из, основываясь, ну, стимулировался работой Старобинского. Об деситеровской стадии в ранней вселенной. Еще до этого люди занимались деситеровскими моделями. Это был человек по фамилии Глинер. Есть его тогдашние аспиранты, по-видимому, Дымниковой. Сначала Глинер, а потом Глинер с Дымниковой. Но они, по-моему, вот на этих мыслях не дадут. Хотя Зеледович мне говорил, вот пришел ко мне Глинер, придет с какой-то хинеей. Вот, ну и у меня, хотел вам сказать дурака, но усекся. Не хватило ума, чтобы понять, что там может быть золотое зерно. Вот этого я не понял и очень сожалею. Глинер пришел задолго до Старобинского и задолго до Гусса и Казани. Ну, надо сказать, что до того был и деситер, который рассматривал деситеровскую стадию. И Фридман рассматривал деситеровское решение. Так что тут очень трудно вывести границу. В каком-то смысле Муханов прав, что он это такое четкое предсказание. Потом эти его работы были переоткрыты. И было несколько работ. Он не снялся из первых ситуаций, но сейчас признаю, что он был первоработан. И другая работа очень важная, это о гравитационных волнах. О деситеровской стадии. Это первая работа была Старобинского. Он вверх квадратных фракций, но тут неважно в какой вашей экспоненциальной расширении, посчитал интенсивность гравитационных волн. Грубо говоря, это параметр Хаббла. Омег гравитационных волн на этом режиме. Это МРА. Сотрёшь тут плохо, не сотрёшь тоже плохо. Значит, он мега гравитационных волн. Но плохо следует отношению к критическому. Это марш квадрат во время инфляции. Резинозная на массу квадратных квадратных. Это зависит от модели инфляции. Трудкоэффициент численно может быть даже нулём. Вот так естественным образом. Вот такая вот и причина. Это был впервые почти в Старобинске. В его конкретной модели коэффициент как раз очень близок к единице. В других инфляционных моделях это не так, а кроме того, можно слегка изменить тепловую историю Вселенной. При этом модели гравитационных волн ещё не останутся. То есть если убить, то хорошо. Но если их нету, то инфляцию не забьёшь, не убьёшь. А если их есть, то инфляция будет даже неверующей поверенной. Я хотел ещё поговорить, потому что невозможно устал, о том, что есть очень много данных. Я просто скажу о том, что показывает, что, к примеру, есть звёзды в плечном пути, которые формально определённым возрастом, с обычным образом определяют, оказывается старше, чем в Земле. То есть типа 14 миллионов пунктов. Вот это очень интересно. И есть одна из действительно серьёзнейших проблем, как образовались квазары. Смерт-пассивные чертения. Они есть в каждой галактике. Они есть в лизе восьмерка примерно. Вот это квазары, которые мы видим. И никакого метода их родить в науке неизвестно. Вот это тоже... Вот я могу процитировать, где-то закончив этим делом. Так что есть какое-то разрешение подойдётся, что возраст превышен, чем он? Я не знаю. За исключением из-за чего? За исключением нашей работы с двойником, который вот у меня вот обычно фрезерей, где он работает. Вот. Работа ещё с постовым воплеником. Там мы это можем разрешить с помощью довольно, может необычной, нестандартной модели Барио Сенеша. Барио Денезиса. В которой очень рано образуются массивные чёрные дыры, образуются всякие сверхновые. Химия будет другая. Начальная химия для этих звёзд в частности. Их немного, но они будут с другой химией. И тогда эволюция их будет другой. Как определяет возраст звезды? По количеству тяжёлых элементов. Амбрения, ОСМИ, ТОРИЯ, что-то там чему. А если исходное значение будет другим, то тогда она будет казаться старше, чем Вселенная. Хотя она и эволюционировала не 14 грамм, а всего 13. А 13 это возраст Вселенной. Она образовалась на заре Вселенной. Я другой модели не знаю. У нас модель, есть модель биосимфеза, так называемая модель Африка и Дайна. Мы её с Джорсинком слегка модифицировали, и оттуда всё такое лезет. На самом деле, может быть, это очень ступоративно. Но что очень интересно, что есть накопление данных, которые говорят, что во Вселенной слишком много старых объектов, которые непонятно откуда и как возникли. Старк, я имею в виду, прямо недалеко от нас, на Солнечном пути, или же на Больших Красных Сыщетах. Это очень маленькие дыры? Черные дыры могут иметь массу 10 миллиардов массы. Нет, но чтобы 13 миллиардов лет выжить. Она не маленькая. Она живёт, она вполне может жить такое время. Наши Солнцы ещё проживут 5 миллиардов задуманной души. Я надеюсь. Потому что она маленькая. Нет. Вот эта звезда, которая имеет возраст больше возраста Вселенной. Она небольшая. Она нормальная звезда. Сейчас я... Где она у меня тут была? Вот она. Она примерно солнечную массу имеет. Вот эта звезда, HD, прямо недалеко от Солнца, имеет возраст 14,46 сотых миллиардов лет. А возраст Вселенной... Если параметр Хаббла 67, то на два стандартных отклонения. Если параметр Хаббла 73, то тогда уже на очень много. Я могу провести табличку возраста, что будет с параметром Хаббла. Вот. Это 12,5 миллиардов лет для такого параметра Хаббла. У него 14 сгаков. Ну, в общем, как говорится, можно... Что? Ошибка приведела, действительно, статистическая. Вот. Но это, надо сказать, они определяют сейчас по многим элементам. И по всем получают близкое число. Раньше они брали что-то, вот Ториум, Торий и Уран, и определяли возраст. А сейчас по всей цепи здесь даже написано, что... Вот. В этом случае впервые рассматривали Уран-Торий, Уран-Иридий, Торий-Европий и Торий-Осмий. Какие местности, так сказать, в Галактике, где там образовались эти элементы? Ну, эти... Ну, правильно. Ну, в общем, исходные элементы образовывались в Верхновых, там, Торий, ну, дальше начинается. Если... Ну, хорошо. Либо, значит, надо делать революцию в определении возраста. Вселенная звезд... Ну, ядерная хронометрия, значит, неправильно. Ну, хорошо, но определение возраста по ядерной хронометрии. Ладно, это уже терминологический спор. Ну, вот, как-то люди это учитывают, тоже они. Не, не все из них... Я не знаю. Вот. Ну, во всяком случае, имеется действительно такое накопление. Ну, что касается черных дыр, ну, вот их черные дыры, масса, миллиард солнечных масс. Это, в больших галактиках, она процент от массы галактики. В принципе, она могла бы наносить массу. Ну, как тут написано, нет механизмов, которые позволяют. А есть карликовая галактика, где сидит черная дыра, с массой в 60% этой карликовой галактики. Откуда такое вышло? И сейчас многие склоняются к тому, что сначала образовались эти черные дыры каким-то неизвестным образом, а потом они были зародышами образования галактика. Тогда образование галактик будет несколько легче. Вот. И проще. Ну, надо как-то родить. Вы знаете, сверхмассивные черные дыры? Думаю, что да. Потому что ни для какой сверхмассивной черной дыры мы не знаем механизм, который бы позволил ее родить в центре галактики. Не хватает многих порядков. Ну, то есть нельзя модель сделать что-то там на подлое? Ну, конечно, да, не получается. Счет показывает, что сильно не получается. А особенно если еще пойти на красные смещения на восклёрках, что-то в этом роде, там совсем мало времени для этого дела. То есть надо иметь заранее черную дыру, а не то, чтобы слепал за 100 миллионов лет. Вот у меня, кстати, Матву Хрустилову всегда парадокс, как парадокс, где черные дыры слепаются. Ну, там, вроде они за бесконечное время должны упасть. Ну, как говорится, они в горизонт появлятся бесконечно скорой, для внешнего наблюдателя не будет видно, что это. То есть они никогда не шлипнутся тогда для внешнего наблюдателя? Для внешнего наблюдателя в каком-то смысле они слипнутся, потому что это будет экспоненциально, стройко говоря, и не слипнутся. В книжке Зиндовича и Новика Человек-любилый назывались «Замерзшие звезды». Вот по этой причине, «Замерзшие звезды» «Замерзшие звезды» «Замерзшие звезды» потому что вещество будет экспоненциально близко к горизонту, оно перестанет уже излучать. Но знаете, если рогета падает в черной дыру, и «Замерзшие звезды», «Замерзшие звезды», «Знакомые», «Каждый час вам пишут письмо», «Сначала будет через час», «Потом через день», «Потом через год», «Потом через тысячелетие» к вам приходить, и в этом смысле в какое-то время Вообще-то я это всегда поражал, конечно, что с точки зрения человека в рогете, который падает в большую черную дыру, чтобы он не разорвал определенными силами, для него пройдет конечное время, а у нас уже готово время и протоны распадутся, и звезды погаснут, а он будет, так сказать, радоваться жизнью в этой черной дыре. Еще одна вопрос, я пропустил, изначально спектр темной материи у Максовского или Дорога? Мы не знаем. Сейчас я скажу. Значит, вот чтобы описать вот этот профиль плотности в галактическом уголок единицы на 2 град, он описывается, такой профиль возникает, если мы решаем уравнение Пассона для изотемпературного газа с определением по максимуму. То есть, равновесно. Равновесно вот такого газа. Почему такой аналитический я не понимаю и не знаю, кто понимает. численное моделирование дает нечто похожее. Оно не дает распределение частиц, но оно дает айфосанай. Единственное, антиболитное распределение частиц похожее. Распределение мы уже также знаем по вереалам. Потому что плотность если нет, это квадрат. Правда, они болтаются вот так. Сами, наверное, не хуже меня знаете. Еще, может, последний раз зашла о чёрных дырах была некоторое время 2-х назад работа о том, что в чёрной дыре можно жить, что если большая чёрная дыра с электричеством за счётом тарцерни, то это дух учаевого работа, то там есть стабильные кеплеровские орбиты и если туда проникли за конечное до вас время, то можно проговорить с ней хранить существа. Такое вот возможно. А еще другая опубликованная статья тоже очень интересная. Статья ЛО это известная астрофия, которая сказала может быть жизнь возникла сильно раньше, поскольку когда температура реликта стала примерно 300 градусов то есть это период занимающий примерно 100 миллионов лет если была какая-нибудь каменюка или что-то, вот этот вопрос как сделать каменюки то тогда температура была вполне комфортной, не от света, не от солнца от какого-нибудь, а просто температура реликта согревала вас но надо, чтобы были элементы, чтобы химия была хорошая, но вот это уже не получается статья обновляхована где-то о астробиологии, я просто случайно наткнулся но это уже так, для популярных журналов спасибо 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 и спасибо спасибо иков